Ситуация с водообеспечением Крыма далека от критической заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин назвал ее непростой, в особенности для Симферополя. Однако пока речи о кризисе не идет, воду будут искать посредством бурения новых скважин. А вот опреснение для региона пока запасной вариант, в случае если не удастся достигнуть необходимых результатов в первом. Погода словно моментальный отклик на тезис Марата Хуснулина относительно отсутствия острой необходимости немедленной установки опреснителей в Крыму. Вот и на смену пятому месяцу лета на полуострове наконец-то полноценно активизировался по-настоящему мокрый осенний сезон. Последний день октября сопровождается аккомпанементом мелкого, однако практически непрекращающегося дождя. К слову, погода по-прежнему остается главным естественным источником получения воды. Искусственным методом добывать дефицитный ресурс намеревается с помощью бурения скважин, резюмировал по итогам визитов в Крым по поручению президента вице-премьер Марат Хуснулин. Вода в Крыму есть в неопределенном, но в достаточном количестве. Осталось извлечь ее на поверхность. Росгеология пока на основании данных еще, которые были произведены разведки в Советском Союзе, говорят, что запасы достаточно большие, называется разная цифра, миллион 300, миллион 700. Но окончательно, где, в каком месте, сколько мы сможем добрать, будет понятно первым приближением в конце декабря. При этом необходимость в использовании опреснения воды пока лишь засада в борьбе с засухой. От этого варианта не отказываются окончательно, но имеется целый ряд контраргументов. Главный из них – дороговизна вынужденной модернизации. Кто у нас в опреснительных установках, какие риски. В стране такого объема опреснительных установок пока не работает. И всегда, конечно, когда что-то новое, это всегда вызывает определенные риски, но не хочет рисковать на чем-то новом. Это раз. Второе, она имеет достаточно высокую стоимость. Водная проблема повлияет на тарификацию, однако, без существенных скачков. Себестоимость опреснения снижена вдвое. Сумма пока все еще выше крымского тарифа на воду. Но разницу намерены компенсировать из бюджета республики. Сегодня в Крыму стоимость куба 31 рубля 55 копеек. В среднем по ЮФО вода сегодня стоит за куб 36 рублей. То есть мы, по сути, одни из самых низких показателей имеем на сегодняшний день в Южном федеральном округе. Поэтому все равно максимального роста не будет. Вряд ли он превысит среднюю стоимость. Даже если там в теории все посчитать по Южному федеральному округу. На решение водной проблемы Крыму и Севастополю правительством России выделена сумма в 48 миллиардов рублей. Программа рассчитана на 4 года. Планы все составлены. На самом деле, часть планов, то есть, как бы они касаются не только города Симферополя, Марфелинского жилы, а для всей республики Крым. На самом деле, конкретные ситуации связаны с решением водообеспечения города Симферополя. Это острая ситуация. Они выделены в отдельный блок. Соответственно, в рамках этой программы двигаются полностью в рамках ФЦП, но по ним отдельные контроли, отдельные мероприятия. Соответственно, проводятся. А в общем, это все ремонт систем водоснабжения, очистных сооружений, соответственно, ну и различные варианты доочистки, очистки воды и так далее. План решения проблемы с нехваткой Крыму воды рассчитан на 14 мероприятий, проводимых в том числе и в рамках федеральной целевой программы. Так, на полуострове будут строить новые водопроводные сети, ремонтировать старые, почти по всему побережью обновят канализационно-очистные сооружения. Кроме того, стратегическая задача минимизировать потери воды в существующих сетях. В регионе будет построен водовод от Бештерекзуйского водозабора до Симферополя. На эти цели предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Тарас Бризицкий, Асан Зива Дина, в телеканал Миллет. 105 человек выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 227 пациентов. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили 9452 случая коронавирусной инфекции. По данным Минздрава, за сутки скончали 6 пациентов. Всего в регионе за весь период умерли 137 человек. Выздоровели 5376 человек. Сергей Аксенов распорядился в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и безопасную дистанцию в 2 метра. Школа на 250 мест строится в селе Веселое в Судаке. В рамках федеральной целевой программы на нее выделили почти 180 миллионов рублей. На каком этапе работы в сюжете с Сабиной Динеевой. У жителей Веселого радостное событие. В селе строят новую современную школу. Сейчас детям Елены Павлык приходится учиться в старой. Классы в ней переполнены. Надеемся, что мы через год, через полтора, мы войдем в стены новой школы. И у нас будет все замечательно, все прекрасно. Новое учебное заведение строится по федеральной целевой программе. Из бюджета выделили почти 180 миллионов рублей. Уже освоен 51. Сейчас на объекте полностью выполнены работы подсокольной части здания. Залиты колонны первого этажа. Уже в готовой школе вот на этом месте будет располагаться библиотека, которая будет комплектована художественными, литературными и учебными книгами. На переменах дети смогут вкусно пообедать в столовой, которая будет находиться вот на этом месте. Строительство началось в июне прошлого года. Все работы идут слаженно и практически не останавливаются. В современном здании все будет оборудовано по последнему слову техники. Данный объект для села очень важен, поскольку нормальные качественные школы с новыми компьютерными технологиями, компьютерными классами в этом селе нет. Соответственно, когда эта школа появится, я думаю, что все жители села Веселого будут веселиться очень долго и праздновать это событие. Школа распахнет свои двери уже следующим летом и примет 250 учеников. Сегодня Международный день Черного моря – важнейшего объекта стратегического значения рыболовного промысла и популярного курортного направления России. Ежегодно в Крым ради него стремятся миллионы отдыхающих. Подробнее в сюжете Марины Соловьевой. 31 октября отмечается Международный день Черного моря. В эту дату в 1996 году представители шести причерноморских государств подписали стратегический план по его защите. Эколог Андрей Артов лично участвовал в этих процессах. Целый ряд встреч и совещаний провели, чтобы спасти Черное море от загрязнений. С 1993 по 1996 год по инициативе ООН и наших причерноморских государств была создана программа Black Sea Environmental Program, то есть экологическая черноморская программа. Еще в 80-х годах прошлого экологическая ситуация в Черном море достигла критического уровня. Виной тому загрязнение впадающих в него крупных рек. За последние 30 лет ситуация изменилась. Восстановилось рыболовство, снизился уровень загрязнения воды. Но проблемы остаются. В целом, ну, скажем, есть позитивные шаги. Что касается проблем, они, конечно, остались. И если мы сейчас говорим о Крыме, это, во-первых, приволы дольфинов. Рыболовство растет, уровень рыболовства растет. И, соответственно, растет количество погибших дольфинов, которые попадают в сети и задыхаются. Безопасность людей – не меньшая проблема. Для ее обеспечения сотрудниками МЧС организована профилактическая работа с отдыхающими. На сегодняшний день проведено 526 рейдов, как по береговой линии, так и в акватории моря. И 1714 разъяснительных бесед. На дне Черного моря до сих пор находятся боеприпасы, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Обследование и обезвреживание подобных предметов выполняют настоящие профессионалы. Специалисты пиротехники специального морского отряда МЧС России по Республике Крым провели не одну сотню подобных операций. Не стоит забывать, что море – дом множества необычайных существ. Туристам необходимо быть предельно внимательными на просторах этого удивительно синего Черного моря. Марина Соловьева, Рамазан Алевапов, Виталий Голубев, телеканал Миллет. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин